Административная комиссия провела рейд на улице Чернышевского и выявила ряд нарушений со стороны предпринимателей. Протоколы на нарушителей составлены, в них указаны не только ненадлежащее содержание прилегающих территорий магазинов. Особо предприимчивые бизнесмены организовали несанкционированную торговлю. Подробности в репортаже Маргариты Кирикович. Никогда не было, как ваш магазин появился. Лежит уже две-три вот это лежит. Картина неприглядная. Коробки, упаковка, тара. Отходы торгового производства, которые складируются на задней стороне овощного магазина, снег несколько прикрыл. К тому же длиннющие сосульки, от которых в любой момент могут пострадать и его работники. Непорядок проверяющие обнаружили и при входе в торговый объект. Две недели назад урны были, две оба здесь, но они были переполнены. И тогда я их попросил убрать, освободить. Один вышел, продавец недовольный, освободил. Урны стали пустыми. Они их взяли и сломали. Своебразное решение проблемы – уборки мусора. У турн остались только опасные штыри. И войти в магазин небезопасно на скользкой плитке снег. Человек может убиться, потому что это никуда не годится. Вы только недавно открылись? Аккуратненько. Аккуратненько. Как не открылись? У вас открыто продавец стоит и фрукты торгуют. А где у вас мусорка, скажите, пожалуйста? Мусорка? Да. Ну, и следующее. Вопросы возникли и к другим представителям малого бизнеса. Были здесь и такие, кто на проходной улице организовал стихийную торговлю цветами, фруктами и даже очками. Собирайтесь. И поедем. Собирайтесь. Как люди стремятся свой товар представить на проходном месте, оно позабыто и позаброшено. Теперь вы знаете, что вы там можете торговать. Вы туда пойдете торговать? Если вы будете торговать, то, конечно. Сейчас полиция забирает гражданина в отделение для составления протокола. И штраф. Выписывать будет штраф. Кроме этого, после себя нужно убирать мусор. Ну, вообще нельзя стоять. Уличная торговля вообще запрещена. Представители малого бизнеса замечания сотрудников администрации приняли и сразу же начали устранять нарушения. И опять возникает вопрос. Почему без напоминания сотрудников администрации предприниматели это не делают сами?